Привет, меня зовут Михаил, и я очень люблю еду. Самая скучная вещь на земле – куриная грудка без кожи. Но я ее сделал офигенной. Я не всегда готовил полезные блюда. Как правило, даже, я скажу больше, я готовил не очень полезные блюда. Взять хоть ризотто, или пасту карбонара, или что-то другое. И поэтому возникают мысли, что нужно сделать что-то такое прям диетическое. Курица сувит. Это, на самом деле, очень просто. То есть мы берем грудки, они достаточно большие. Я посолю и поперчу их с обеих сторон. Раз. Перец. Теперь добавим аромат. Я кладу по дольки лимона, немного чеснока, немного лука. Примерно вот так. Теперь я переворачиваю и солю и перчу с другой стороны. Грудки большие, поэтому если стандартное время я выбрал минут 45, то я, пожалуй, на эти возьму минут 55. Потому что основная тема при готовке в вакууме, это готовка при стабильной, до стабильной, четкой температуре. Нам нужно, чтобы наше мясо полностью прогрелось до температуры 61 градусов внутри. При том, что температура равномерная, да, у нас не будет проблемы, что снаружи мясо будет сухим, а внутри оно будет сырым. Курицу не едят недожаренной, поэтому часто, как я говорю, куриные грудки очень мрачная вещь, потому что все это такое унылое. Так, немножко масла, немножко масла на каждую. И дальше самое интересное, да, то есть мы подготовили все, теперь нам нужно это положить в вакуумную упаковку, чтобы потом я мог это убрать в воду. Есть два способа, да. Один способ традиционный и более дорогой. Это, собственно говоря, вакууматор. Сюда вставляется пакет, закрывается, включается вакуум, все готово. Вот такой пакет. Это мы делаем стандартный, то есть я беру пакет, кладу подготовленную грудку, разравниваю ее. Не страшно, если немножко растеклось, это не проблема. Главное, чтобы края пакета были сухие, потому что он прихватывается, да. Один готов. Я сегодня сделаю четыре грудки, две на сегодня, а две я заморожу и буду есть их потом. Их очень легко впоследствии разморозить, положить буквально на пять минут в только что скипевшую воду, и они дойдут до той температуры, которая нужна. Ну вот, я сделал два пакета традиционным способом. Сейчас я сделаю вакуум. Да, это очень просто. Поднимаем, кладем сюда, закрываем, прижимаем и запаиваем. Смотрим, что у нас получилось. Вот у нас пакет получился вакуум. Так, теперь я сделаю второй пакет. Точно так же беру вакуум и запаиваю. Второй у меня даже получился лучше, чем первый, да. То есть вот такая у нас вещь. Что происходит? В вакууме все соки, все ароматы проникают глубже в тело и получается очень вкусно. Теперь, если у вас нет этой машинки, хотя машинки стоят уже недорого, да, есть такой более народный способ из школы класса седьмого, да, когда мы всякое тело впертое в воду выпирает из воды силой выпертой воды, да, примерно. Закон Архимеда практически. То есть что мы берем? Мы берем пакет зиплок, он называется, да, который для заморозки, который с закрывающимся краем. Кладем грудку сюда, помещаем ее в воду и за счет этого воздух выходит. Мы, конечно, не получаем такой вакуум, как в первом случае, но для наших целей этого вполне достаточно. Закрываем пакет. Грудка готова. Кладем грудку, помещаем в воду и вода выдавливает воздух из пакета. Теперь мы его закрываем. Вот у нас второй пакет готов. Диетическое время настолько скучно, но когда говоришь про диетическое время, что приходит в голову? Куриная грудка без кожи, вареная или как-то на пару сделана, прямо ее есть невозможно. Но мы, слава богу, живем в 21 веке и есть новые технологии, которые позволяют даже из скучной куриной грудки сделать великолепное блюдо. Она сейчас нагревается до 60, и мы помещаем сюда продукт, и он начинает постепенно-постепенно прогреваться, да. В термостате есть насос, который качает воду, чтобы постоянно вода циркулировала и проникала во все продукты. Теперь я просто опускаю пакеты запечатанные сюда. И нам остается только ждать примерно 55 минут до того времени, когда курица полностью погреется. Мы закрываем крышкой. Курица у нас готовится, и я сейчас сделаю соус и гарнир. Я беру нежирный йогурт, у нас сегодня здоровое питание, да. Поэтому я беру нежирный йогурт. Дальше. Огурец я тру на крупной терке. И кладу в йогурт. Далее. Я люблю острое, поэтому я беру зеленый чили, можно красный чили. Разрезаю вдоль, выбрасываю, вычищаю косточки и мелко режу на полукруге. Он даст много остроты, поэтому с такими перцами аккуратно. Это тайские перцы, поэтому они довольно острые. Дальше мне нужно взять чеснок и сделать следующее. Я очищаю чеснок, выбираю попки. Теперь я беру соль. Щедро солю. Соль поможет не растереть чеснок. И большим ножом начинаю растирать чеснок в такую пасту. Вот что у меня получается. То есть чеснок перемешивается с солью, и соль помогает его размять. Вот что у меня получилось. Туда же. Немножко лимона. Выдавливаю лимонный сок. Еще немного соли. Перец. И теперь я спокойно перемешиваю все ингредиенты. Этот соус прекрасен для курицы, он великолепен для запеченных овощей. И собственно говоря, запеченные овощи это то, что я буду делать следующим номером нашей сегодняшней программы. Вот. Проверяю на соль. Соль великолепна. Остается добавить немножко. И острый получился. Вот такая у нас получается простая незатейливая вещь. Да, но абсолютно понятна и эффективна. Так. Третья часть. Мы берем и делаем следующее. Разрезаем вдоль. Вынимаем семечки. Отрываем кончик. И кладем на противень. Моя задача, чтобы сверху образовалась такая черная горелая немножко кожа. Горелость дает прекрасный аромат. И бояться нечего. Как в детстве говорили, кто сгорел, этот волков не боится. Какой-то такой глупость, да? Все перцы у меня готовы. Что мне нужно теперь сделать? Я беру оливковое масло и немножко сбрызгиваю оливковым маслом сверху. Отлично. Уже оливковое масло. Соль. Перец. Ставим на вторую сверху палку. Прошло 25 минут, как мы поставили перцы. Они готовы. Я их достаю. Курица тоже готова. И сейчас мы сделаем один небольшой эксперимент с одной из них. Консистенция совершенно не такая, как обычная у куриной грудки. Она воздушная, полная. И при этом я уверен, что она абсолютно готова. Нарезаем по диагонали. Можно посмотреть, что у нас в середине. Мясо абсолютно сочное, готовое, нежное. Аккуратно выкладываем на тарелку. Кладем перец. Ой, горячо. Ммм. Не обождешься, не приготовишь. Красота. Так, один вариант у нас готов, да? Вариант номер два. Мы обжарим курицу на очень раскаленной сковороде. Буквально по 10-15 секунд мы снимаем все. Нам это больше не нужно, чтобы у нас образовалась красивая корка. Задача не в том, чтобы дожарить курицу, да? В том, чтобы просто придать ей цвет и немножко больше аромата. Готово. И теперь точно так же нарезаем, как первый кусок. Смотрите, вы когда-нибудь видели такую куриную грудку? Только в сувиде это можно сделать. Выкладываем перец. Раз. Два. Три. Ну вот, по-моему, получилось просто фантастически. Ну что, куриная грудка, перец, социки, чистое здоровье, да? Не хватает напитка. Но сегодня я не буду пить алкоголь, потому что мы сегодня худеем, здоровеем. Поэтому отличный рецепт. Немножко гранатового сока со льдом. И много газировки. Великолепный, простой и не вредный напиток. Пробуем курицу. Смотрите, курица вся сочится. Она очень сочная, она абсолютно не сухая. Консистенция, как суфле. Но при этом курица абсолютно готова. Немножко социки. Он оттеняет сладость перца. Но перец, хотя сладкий, но гликемический индекс у перца всего-навсего 15. Великолепно. Попробую вторую. Это отличается только тем, что я немножко обжарил ее на сковороде, дав цвет и чуть-чуть запах. Тоже очень вкусно, просто счастье. М-м-м, хватит снимать, иди ужинать. При стандартной технологии готовки, когда мы, допустим, жарим на сковороде или варим, температура снаружи очень высокая. Поэтому внешняя часть продукта, как правило, перегревается и пережаривается, либо переваривается. А внутренняя часть продукта может остаться недоготовленной. Вот этого позволяет избежать су-вид. Поэтому я считаю, что су-вид вообще офигенный способ готовки. С fell jackpity-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. С flatsенной головой положено.